Побывали мы в интересном месте. Вот с Марком уезжаем уже там. Дальше вы увидите ролик про эту всю систему основную. Вот сейчас мы едем по деревням, в горах, в Красноярском крае. Заброшенные какие-то дороги. Очень интересные люди со своим взглядом и мировоззрением. Доброта переполняет наши сердца. Проехали 1900 километров. Еще впереди 1000. То есть мы за 1100 даже. Получается сколько? 3000 километров мы накатали. Накатаем еще чуть-чуть. Чуть-чуть уже дома. Ну вот, я не знаю, смотрите, там река. Конечно, плохо видно все, но вот такие места просто шикарные. Не знаю, только ради этого, конечно, можно было сюда съездить. Познакомьтесь с интересными людьми. Да. С тем же самым Александром, который, в принципе, очень интересно оказался человек. И, в принципе, проекты, которые он делает, там кто-то... Еще будут продолжаться. И будут продолжаться, да. И самое интересное даже не в том, что это... Он просто делает, и он понимает, что это будет работать, а не то, что там некоторые в комментариях пишут. А зачем это надо? Да у меня дом будет и так работать. И электричество будет постоянно дешевым. Да я лучше эти деньги заплачу за электричество. Тебе будут 200 лет жить. Ну, я не знаю. Конечно, это просто дело каждого. Если кто-то не видит, для чего можно использовать систему, да, ну, тогда зачем строить ее, правильно? То есть, ну, и платите сразу за свет. Есть люди более с широкими взглядами, которые, в принципе, находят плюсы во всем, понимаете? И могут это применить. Это самое главное. Как Александр, который нас очень удивил глубокими знаниями. Причем не только в техническом плане, в историческом. Приятно было общаться с Александром. А еще так интересно получилось, что, приехав сюда, мы попали на столько праздников. На два точно мы были, да. На двух праздниках мы побывали. Общины. Да, общины. Здесь община есть. Да, общины, которые, в принципе, за друг друга. То есть, ну, в принципе, очень интересно. Это то же самое, что, если бы мы жили, например, лет на 50-60 назад, да, когда вот это все деревня, вот это все было, было, считай, то же самое. То есть, а сейчас этого уже нигде почти не осталось. Здесь интересно... В районе деревни просто остались. Да, 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 остались. Ну, да. Но это только наше мнение. А тут мы увидели то, как это было, как это все тогда было. То есть, в настоящее время, но живут люди, знаете, без вот этих амбиций городских, то есть, как будто бы в прошлом, вот реально. Таких каких-то вот заморочек у них нету. Чище люди. Намного чище. Да, и очень посмотрели тоже там, оказывается, тут и подписчики мои были, и рассказывали мне, оказывается, где-то в комментариях, что есть такие деревня, где все на солнечных батареях... Продолжение следует... is